Здравствуйте, друзья! С вами Максим Давыдов. В эфире выездной выпуск программы «Актуальное интервью». Сегодня мы беседуем с заведующей кафедрой социальной коммуникации Севастопольского государственного университета, социологом Ольгой Ермак. Здравствуйте, Ольга Валерьевна! Сейчас самый главный враг всего мира, всего человечества – это коронавирус. Ну а с врагом, тем более, если он представляет опасность для жизни, необходимо бороться. В этой борьбе сейчас живет весь мир. Вот по вашему мнению, по мнению социолога, насколько сейчас эта борьба меняет общество? Что происходит? Ну, вы знаете, если рассматривать сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию как гибридную новую вирусную войну, да, новую форму войны, гибридной вирусной войны, то, конечно, можно использовать слово «борьба». И, наверное, каждое государство сейчас мы видим совершенно разные траектории вот этой самой борьбы с новым вирусом. Но мне бы хотелось сказать, что, конечно же, эта борьба и то, что мы увидим после нее, да, после того, как непосредственная вирусная угроза исчезнет, а я уверена в этом, что так и произойдет, конечно же, мир опустится в экономическую рецессию. Очень многие экономисты сейчас и эксперты говорят о том, что это будет аналог Великой депрессии, да, 30-х годов прошлого века. Посмотрим, какой из государств насколько глубоко, да, будет находиться в этом экономическом кризисе. Но если говорить с точки зрения социальной, то мне кажется, что мы увидим новые процессы так называемой дезурбанизации. То есть вот уже даже сейчас заметен переезд людей из городов в деревню, да, в сельскую местность, да, или, скажем так, пригородные зоны, да, городские. И вот это тоже новые процессы, которые, возможно, изменят среду жизни людей и изменят их, ну, повседневные привычки, практики и, собственно, условия жизни и проживания. Если говорить об экономических последствиях, да, то, конечно же, мы столкнемся с волной безработицы. И эта волна безработицы, она, скорее всего, будет опять-таки разная в разных государствах. И все, конечно же, зависит от того, какие меры, профилактические экономические меры сейчас осуществляются в экономике, опять-таки, разных стран. И третье, что мне хотелось бы отметить, это вот сейчас очень многие говорят о том, что это конец глобализации, мы увидим новый антиглобалистский мир, антиглобальный мир. Вы знаете, мне так не кажется, все-таки мир останется глобальным, просто суть этой глобализации будет другая. Это будет глобализация сетевая и цифровая, то есть это будут просто новые связи, которые мы увидим в международном политическом пространстве, в экономике, в социальном пространстве. И мы увидим новое цифровое международное пространство с контролем, с какой-то правовой базой, наверное, да, с новыми условиями игры для, ну, скажем так, стран, да, но и для населения всего мира. Опять-таки, с социальной точки зрения, как меняется поведение людей в нынешних условиях? По поводу поведения людей. Мне бы хотелось привести размышления социолога, мне бы хотелось привести размышления социолога Зигмунта Баумана, который достаточно недавно ушел из жизни. Так вот, он говорил о следующем, что общество дезорганизованных индивидов, в отличие от цельных обществ, да, у которых есть там какое-то социальное, культурное ядро, оно порождает панический страх. И с помощью этого панического страха, с одной стороны, этим общество можно управлять, с другой стороны, оно, наоборот, может быть, становиться более дезорганизованным. Вот мне кажется, что мы сейчас наблюдаем вот такой феномен. И если каждому из нас, вот каждому из нас нужно сейчас постараться, ну, как бы, не быть в панике, да, не быть в состоянии паники, достаточно адекватно оценивать те информационные потоки, освещение событий, да, которые мы видим, потому что на самом деле вокруг нас сейчас происходит больше негативных сообщений, да, мы видим, чем позитивных или нейтральных. И если мы будем адекватно оценивать ту информацию, которая нам приходит, не находиться в состоянии паники, спокойно анализировать то, что называется включать мозги, мы вернем себе вот это культурное социальное ядро. И, скажем так, вот те общества, в которых эти, ну, вот культурные, социальные сердцевины сохраняются, а в нашем обществе они сохраняются, потому что мы видим, что у нас и приобщенность есть к религиозным праздникам, да, и наш День Победы, который, несомненно, состоится в том формате, в котором мы привыкли, я в этом тоже уверена, он для нас остается, это те вещи, которые для нас остаются важными ценностями, и все-таки сохраняется надежда, что эти ценности реализуются просто с небольшим отходом во времени. Вот уже скоро месяц, как все мы живем в этих условиях, в условиях самоизоляции, и я вот, честно говоря, не знаю на сегодняшний день, что больше пугает, чего больше боятся люди, они боятся заражения коронавирусом и того, что эта инфекция дальше будет распространяться, и остановить ее будет сложно, или просто начинают бояться того, что слишком долго придется жить в режиме самоизоляции, и что он будет продлеваться бесконечно? Наверное, вот слово бояться я бы уже не использовала, сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы сейчас с нашими магистрами-социологами провели медиа-аналитику и собрали, скажем так, проанализировали социальные медиа трех городов. Москва, Санкт-Петербурга и Севастополя. Вот начиная с 23 марта, грубо говоря, вот с начала, да, периода самоизоляции, запуска информационной компании общефедеральной, да, сидим дома, оставаемся дома и так далее. И вот 12 апреля мы закончили смотреть интернет-сегмент этих трех регионов. И мы увидели, что да, действительно был очень большой всплеск, интерес к этой теме, где-то там с 23 по 6 апреля. С 6 апреля мы начали жить на новой нерабочей неделе, да, вот так называемая неделя с вот этими шашлычными выходными, которые потом все, скажем так, негативно оценили, да. На этой неделе был тоже огромный такой интерес, всплеск, и в том числе негативный, потому что люди не понимали, как жить. Люди боялись нисколько, может быть, самого заражения, они бояли, не понимали, и, соответственно, возникал вот этот страх о новых условиях. То есть как жить, как работать, как деньги зарабатывать, да, как учить детей, как это ребенок не ходит в школу, значит, мне нужно одновременно работать онлайн и сидеть с ним на уроках, допустим, да. То есть вот, но на третьей неделе вот этой нашей самоизоляции, назовем это так, вы знаете, мы обратили внимание, что уже во всех регионах спад, начался спад к этой теме. То есть это говорит о том, что с одной стороны люди начали привыкать к новым условиям, с другой стороны это говорит о том, что это постепенно переходит в повседневность. То есть человек может жить в любых условиях, да, ко всему привыкает, да, человек это то существо, которое привыкает ко всему. Вот мы постараемся понаблюдать дальше, что будет происходить, но это опять-таки то, что транслирует интернет-сегмент, да, но то, что человек привыкает к этим условиям, и самое главное, что тоже вот такая интересная тенденция, всегда интернет это сообщество молодежи, да. Вот сейчас интернет-сегмент повзрослел, туда пришли больше 40-летние, и может быть в связи с этим мы увидим совершенно новую аудиторию, вот интернет-аудиторию, которая будет и контентный баланс соблюдать, да, потому что в основном, ну скажем так, особенно молодежная часть интернета, это развлекательно, социально, ну скажем так, не хочу обидеть наших ребят, ну, социально несознательная часть, да, а мы увидим все-таки какую-то социальную ответственность, мне кажется, в интернете, и это отразится на контент, на контенте и на сути того, что люди там будут транслировать. Вот поэтому слово бояться я бы уже, наверное, не использовала, я бы использовала слова адаптации, я бы использовала слова привыкания, да, я бы использовала слова повседневного, повседневных новых условий, новых практик, вот это уже нужно смотреть. То есть мы перешли, сами того не понимаем, мы перешли совершенно на новый или переходим на новый уклад жизни. Конечно, в интернете и по телевидению сейчас можно услышать огромнейшее количество самых разных мнений специалистов из самых разных областей, вот, например, одни говорят о том, что после того, как все это закончится, нас ждет кризис института брака, семьи начнут распадаться, другие говорят о том, что будет небывалый рост рождаемости, а какова ваша точка зрения по этим вопросам? Да, действительно, в тех странах, вот в Китае, например, да, когда вот сейчас они уже выходят, так сказать, из эпидемии, у них действительно зафиксировано с одной стороны всплеск разводов и зафиксирована деторождаемость. Наверное, для России деторождаемость это хорошо, потому что мы сейчас находимся в состоянии демографического кризиса. По поводу разводов посмотрим. Единственное, что бы мне хотелось отметить, что на институт семьи, институт образования и так далее все же влияет институт экономики. И Россия на сегодняшний день является, ну, если сравнивать, да, с другими странами, в которых проходят профилактические меры по борьбе с пандемией, соответственно, вводятся какие-то экономические меры помощи, да, бизнесу, там, населению и так далее, можно сказать о том, что Россия все-таки более безопасное государство. С одной стороны, у нас введен ряд экономических мер, которые просто со временем сыграют и помогут людям. С другой стороны, у нас все-таки сохранена система здравоохранения. И поэтому, возможно, мы сможем сохранить и семьи, и это приведет к тому, что мы впоследствии увеличим деторождаемость. Когда закончится пандемия, с точки зрения социолога, что ожидает общество и как люди будут жить дальше, насколько это их изменит? Очень интересный вопрос, потому что сейчас практически все государства начали развивать практики, управленческие информационные практики, да, то есть используют информационные технологии в управленческой среде, да, в образовании мы видим, даже визуализация политики некая существует, да, вот то, что мы сейчас наблюдали попытку вот этих визуальных интернет-протестов, да, провести. В любом случае, это приведет к новым условиям нового цифрового контроля. На самом деле, это не новая тенденция, то есть мы на самом деле уже давно живем в таких условиях, просто сейчас это приняло массовый характер, и это оно как бы видно, это все видят. Другое дело, что, наверное, современные общества, особенно сетевые такие вот общества, которые взаимосвязаны между собой в экономическом, да, в политическом плане, в социальном плане, они должны иметь такие меры контроля. Другое дело, что не хотелось бы, чтобы государство злоупотребляло, государство в широком смысле этого слова, да, они злоупотребляли этими мерами, этой возможностью, которая сейчас им предоставилась, тем опытом, который, собственно, они сейчас осуществляют, да, и приобретают. Вот, и именно эти цифровые практики контроля и регулирования, они будут влиять на поведенческие наши установки, да, то есть мы, наверное, чего-то уже не сможем сделать в публичном месте, то, что мы делали ранее, да, но, скорее всего, это проживают все поколения. Например, то, что могли себе позволить сделать, например, наши родители или наши бабушки и дедушки, ну, например, они перелетали, было разрешено курение в самолетах, было, да, ну, просто я вам привожу пример, да, наши дети уже живут в другой реальности, они никогда для них, когда им говорят, что можно курить в самолете, они уже никогда этого не сделают, потому что они знают, что это нельзя, да, и точно так же мы пройдем этот путь, мы получим новые, новые какие-то запреты, и мы постепенно к ним привыкнем. Ольга Валерьевна, я благодарю вас за интересную беседу, а нашим зрителям напомню, что сегодня мы разговаривали с заведующей кафедрой социальной коммуникации Севастопольского государственного университета социологом Ольгой Ермак. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова